Доброе утро! Хочешь быть красивой? Помой голову! Так говорила легендарная Коко Шанель. Действительно, сегодня для многих это обязательная процедура перед выходом из дома. А вот несколько веков назад для мытья волос пришлось бы намазать голову золой из печи. Что только не использовали наши предки в этих целях. Масла растений, куриные яйца, хлеб, уксус и даже медвежий жир. Эти средства избавляли от неприятных запахов в шее и придавали волосам здоровый блеск. А вот очищали их обычной водой. В конце 17 века с появлением привычного нам мыла шевелеры стали чище, но жестче. Мыльные компоненты высушивали и практически сводили к нулю здоровье волос. По легенде, прототип первого шампуня придумал некий англичанин Кейси Херберт. Он добавил в мыльный порошок несколько видов сухих душистых трав. К сожалению, эти рецепты были утрачены. В 1903 эту историю услышал один молодой немецкий аптекарь. Он был химиком по образованию, поэтому без труда не только воссоздал то самое чудо-средство, но и сделал его полезным. Удалил из состава мыло. Так появился первый в мире сухой шампунь с экстрактом фиалки. Уже через пару лет заводы по производству новинки были построены сразу в нескольких странах, а к 1920 шампунем пользовался весь цивилизованный мир. В 1921 после смерти того самого химика пенное дело продолжил его сын. В 1927 он изобрел первый жидкий шампунь, который мы с вами пользуемся до сих пор. Изначально позволить себе такой продукт мог только состоятельный человек, но позже в США разработали состав ингредиентов, который в разы удешевил шампуни. Окончательно войти в каждый дом им помогла и реклама с участием американских суперзвезд. Сегодня мы можем выбрать повседневное, уходовое, профессиональное и лечебное шампуни с силиконом, кератином, масками, бальзамами и кондиционерами. Все зависит от целей и типа волос. За поддержание вашей красоты смело благодарите немецкого химика, чью фамилию слышали в рекламах не один десяток раз. Это Ханс Шварцкопф, человек, который изменил мир.